Самый дорогой в мире препарат Зонгенсма наконец зарегистрирован в России. Это лекарство, которое спасает жизнь для детей со спинальной мышечной атрофией. Достаточно одного укола, чтобы остановить необратимые процессы. Но сделать его нужно строго до двух лет. Его цена больше 160 миллионов рублей. До сих пор эту космическую сумму родители собирали всем миром. Сама вставала на коленке полностью, то есть полноценно вытягивая руки. Сейчас видите, перед вами немного выпендривается. Сейчас за жизнь Лиза, ее мама и папа не беспокоятся. Чтобы спасти дочь, им пришлось пройти все круги ада. Средства на лечение девочки со спинальной мышечной атрофией, это около 160 миллионов рублей, собирали с помощью благотворительных фондов, забегов и фестивалей. Теперь родители Лизы искренне рады, что у других мам и пап есть шанс всего этого избежать. Ведь спасительный препарат Зонгенсма зарегистрировали в России. Этот ужас, который у нас прошел в свое время, это просто, я не знаю, тебе по сути выдавали справку о том, что ждите финал скоро. А если родители узнают о том, что такая вот беда приключилась, то тут есть огромные шансы, что поставили и все в порядке. Сказать, что родители малышей со спинальной мышечной атрофией рады этой новости, ничего не сказать. Спасти ребенка, который слабеет с каждым днем, может всего один укол Зонгенсма. Благодаря ему мутировавший или отсутствующий ген замещается функционально полноценным. Вот только стоимость одной инъекции для российских мам и пап неподъемная. Она доходит до 2,5 миллионов долларов. Поэтому деньги на препарат приходилось собирать всем миром. Сейчас лекарства малыши могут получить бесплатно и гораздо быстрее, чем раньше. Это в любом случае ускоряет его получение, даже если это, допустим, не сильно повлияет, может быть, на стоимость, хотя это возможно. Но время, за которое он будет поступать к пациенту, оно однозначно будет меньше, потому что нужно будет меньше всяких разных бюрократических действий совершить. С диагнозом СМА в Средневоской области живут 33 ребенка. Шесть из них получили Золгенсма через фон помощи. Те, кому уже поставили укол, стремительно идут на поправку. Родители спасенных Анина Вожиловой, Саша Лабутина, то и дело выкладывают в соцсети видео, как их дети начинают активно двигаться. Но если бы этим малышам вовремя не вели препарат, последствия могли бы быть печальными. Чем раньше проявляется, тем тяжелее проявление заболевания. И таким детям необходимо проявляется он в слабости мышц. Слабости мышц связано это с гибелью, давайте так скажем просто, клеточек в спинном мозге, которые отвечают за движение мышц. Наставить препарат Золгенсма можно только детям до двух лет. Потом последствия заболевания будут необратимы. Благотворительные фонды уже активно принимают заявки на закупку лекарства. Получить российскую инструкцию и стать доступным оно должно в течение полугода после регистрации. Юлия Нашкина, Анастасия Хлевная, Кирилл Ростовский и Сергей Чайков. Новости 4 канала.